Проблема с, скажем так, интересом к кооперативу коммунального рынка, к кооперативу украинского рынка, он на самом деле уже очень, скажем так, давний, давний. В 2007 года идет бум, скажем, возьмя и все остальное. Хотелось бы, чтобы действительно люди, которые здесь находятся, и те, кто искренне пришел понять ситуацию, не поранаться, а понять ситуацию, чтобы он ее понял. Я хочу уточнить, что действительно коммунальное предприятие на сегодняшний день является держателем договоров аренды. Ему город дал землю в аренду. Он на сегодняшний день фактически иждивенец на плечах двух кооперативов. То есть, кооперативы, не имея возможности получить эту землю в аренду напрямую от собственника, от мископеритарной громады, они готовы сегодня оплачивать аренду земли, оплачивать существование директора, бухгалтера и, по-моему, еще и лекции. Безусловно, вот молодой человек задавал вопрос, очень правильный вопрос, а зачем нужно коммунальное предприятие? Зачем оно нужно? Очень правильный вопрос. И не хотелось бы действительно и кооперативам содержать это коммунальное предприятие. Но, к сожалению, на сегодняшний день не может кооператив напрямую оформить земельные документы. Не потому, что он их не может сделать чисто физически, а потому, что технически только кооператив этим займется, у него на самом деле ничего не получится. Объясню. Потому, что, чтобы все это отвезти, нужно собрать целый объем согласования. Вот коллеги, Виталий, помнит, он работал в земельной комиссии, он знает, чтобы отвезти землю, это, ну, минимум где-то год нужно времени. А плюс, ну, зачем вы так? Ну, я работал в земельной комиссии. Я сейчас занимаюсь вопросом земли, это неправда. Я 20-е годы имею в аренде землю. Вы меня перебиваете, Ольга Викторовна. Мы готовы вам.